МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Эхо войны. Артиллерийские снаряды обнаружены в Ряжске. То снег, то дождь, как убирают улицы от непогоды. Снова лучший. Рязанский театр кукол стал номинантом премии «Золотая маска». День моржа. Расскажем о моржевании по-рязанске. Самое настоящее эхо войны. В средствах массовой информации регулярно появляются материалы об обнаружении оружия или снарядов времен Великой Отечественной. И хоть наш регион боевые действия затронули в куда меньшем масштабе, чем другие, такие находки есть и в нашем городе. А иногда встречаются и боеприпасы поновее. Артиллерийские снаряды обнаружили в Ряжском районе. Местные жители сразу же сообщили в управлении Росгвардии по Рязанской области. Назвать их сразу снарядами не решились. Сказали, что имеют конструктивное сходство. На место выехали сотрудники ОМОН Росгвардии для обследования. В ходе обследования было установлено, что 23 боеприпаса являются подкалиберными снарядами, не содержащие взрывчатые вещества и не представляющие угрозу жизни и здоровью людей. Также были обнаружены 15 контейнеров метательных зарядов и подкалиберных боеприпасов со следами сильной деформации, тоже не представляющие угрозу жизни и здоровью окружающим. После обследования предметы передали сотрудникам полиции. Теперь на правоохранительные органы возложено дальнейшее разбирательство. Валерий Седов при содействии управления Росгвардии по Рязанской области. В Рязани на должность начальника управления образования и молодежной политики администрации города назначен Дмитрий Филиппов. Об этом сообщается на сайте мэрии. До этого Филиппов руководил школой номер 49 в поселке Строитель. Напомню, ранее должность начальника управления образования и молодежной политики занимал Дмитрий Донсков. В конце октября он покинул должность по собственному желанию, не проработав на ней и года. Погодные условия этой зимой не перестают удивлять. То снегопады, то перепады температур. Дежурные службы продолжают очищать городские улицы, в том числе и ночью. Колонны автомобилей готовятся для выезда в город, для подметания улиц. Они должны привести проезжую часть дорог в порядок. Работу экипажа контролирует начальник участка механизированной уборки. Машины должны будут сгрести остатки снега с проезжей части. Улицы все у нас обработаны реагентами, песко-соляной смесью. Как видите, уже в городе лужи пошли. Сейчас остатки снега, снежной массы будут колонной сгребаться к бордюру. Затем начнется уборка и вывоз снега. Экипажи находятся на круглосуточном дежурстве, сменяя друг друга. Коммунальщики обязаны начать вооружаться сразу после того, как получат плохой прогноз. Для мониторинга за состоянием погоды используются камеры, установленные на перекрестках городских улиц. При необходимости техника выезжает в кратчайшие минуты, чтобы обработать опасные участки дорог от гололеда. Используются традиционные смеси. Это специальные противогололедные реагенты, которые распыляются. И песко-соляная традиционная смесь. Центральные улицы нашего города обрабатываются реагентами, все остальные улицы обрабатываются песко-соляной смесью. На данный момент в дежурном режиме в дирекции благоустройства города находится немало комбинированных автомобилей, а также пескоразбрызгиватели. У них впереди отвал, который сгребает снег, щетка, которая заметает. И сам так называемый рум, там, где находится реагент, либо песко-соляная смесь. Затем будут использоваться для вывоза снега самосвалы-погрузчики, снегоуборщики и самосвалы, в которые будет грузиться снег, который позже будет увезен на свалку. Кроме того, для вывоза снега задействованы 13 самосвалов подрядных организаций и экипаж, который будет заниматься подбором и вывозом снега. В регионе может увеличиться прожиточный минимум для пенсионеров в 2021 году. Такое решение приняли члены комитета по социальным вопросам Рязанского парламента. Об этом сообщается в пресс-службе областной думы. Напомню, депутаты уже приняли закон в сентябре. Согласно ему, в следующем году прожиточный минимум составит 8 847 рублей. С новыми поправками эта цифра вырастет на 474 рубля и будет составлять чуть больше 9 300 рублей. В парламенте пояснили, цитата, «корректировка вызвана изменениями прогнозных значений данной величины в целом по России. Сегодня расчет величины прожиточного минимума пенсионера осуществляется по утвержденным правительством России правилам, в то время как ранее она формировалась каждым субъектом федерации самостоятельно на основании потребительской корзины и данных статистики об уровне цен на продукты питания». Конец цитаты. Окончательное решение депутаты примут на ближайшем заседании облдумы. Рязанский театр «Кукол» стал номинантом российской театральной премии «Золотая маска-2021». В две номинации «Куклы-спектакль» и «Куклы-работа художника» попал спектакль «Пегий пёс, бегущий к краям моря». Кириск еще мальчик. Неизвестно, будет ли он кормильцем и опорой рода. Только море ответит на этот вопрос. И Кириск отправляется в путь. Такой обряд инициации проходят все мужчины народа, живущего на берегу Охотского моря. Что за испытания готовит море мальчику и каким он вернется на берег тайна. Это первая постановка повести Чингизаитматова «Пегий пёс, бегущий к краям моря» на сцене кукольного театра. Для нас этот спектакль важен, потому что это еще и обращение к замечательной великой литературе Чингизаитматова. А для меня это важно даже, не знаю, не втройне, а в десятерне. Потому что мне посчастливилось, я был знаком с Чингистарой Кулучшем. Я был у него дома. Я в свое время жил в Киргизии, во Фрунзе. И другой его роман «И дольше века длится день» мой папа, на тот момент режиссер русского драматического театра города Фрунзе, первым вообще поставил на сцене. В повествовании о жизни коренных народов берега Охотского моря гармонично вплетен миф и легенда. То, что настолько же являлось частью бытия героев, насколько и само море, сама охота и лодка. Аутентичное музыкальное сопровождение создает магический эффект. Спектакль Рязанского театра «Кукол» второй раз становится номинантом премии «Золотая маска». В 2014 году «И наказание» по мотивам романа Федора Михайловича Достоевского попал в пять номинаций премии. Итоги «Золотой маски-2021» подведут в апреле. Но даже попасть в номинацию главной театральной премии страны – огромное достижение для любого театра, вне зависимости от его статуса. Марина Ковиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Перечень добрых дел в год 30-летия своей службы рязанские спасатели продолжили в приюте для животных. Сотрудникам собачьего питомника специалисты МЧС подарили около 300 килограммов сухого корма. Акцию спасателей поддержал Максим Васильев. Для виляющих хвостами обитателей питомника «Лучшие друзья» появление спасателей – полная неожиданность. Все пщелая превращается в канонаду, но в руках у гостей собаки замечают большие мешки с кормом и словно по команде застихают. Эти двуногие прибыли с миром. Вкусные подарки псам, впрочем, сами сотрудники МЧС не рассматривают как какую-то стихийную акцию. Это часть целого плана. В этом году наше министерство отмечает свое 30-летие. И с января запущена акция «30 добрых дел». Сотрудники главного управления активно участвуют в этой акции. Мы уже посетили дома инвалидов, дома ветеранов, посадили 30 деревьев и многодетным семьям установили пожарные извещатели. Мешок за мешком, пакет за пакетом. Килограммы сухого корма никто сегодня не считал, но на вскидку их около 300. Хватит надолго, если, конечно, не вываливать все сразу. Мы в основном кормим кашу, варим на мясном, на косточках, а сухим кормом подкармливаем. То есть собаки гуляют, кушают сухой корм, а потом уже после прогулки основное питание. Стать лучшим другом для собачек в плане спасателей строчка номер 29. 30-ю они держат в секрете до декабря, но обещают под Новый год сделать чью-то жизнь не менее радостной, чем сегодня. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 24 ноября отмечается День моржа. Речь идет о морском ликопитающем. Именно оно подарило, если можно так сказать, название для зимнего плавания. И теперь вполне человеческие моржи каждую зиму открывают свой купальный сезон. 24 ноября они также совершат заплыв. Не дайте себя обмануть. На этих кадрах совсем не лето, а поздняя осень. Так открыли свой купальный сезон «Рязанские моржи» на третьем браковском карьере 14 ноября. Первый заплыв в этом сезоне у них на 25 метров в обе стороны. Для новичков дистанция поменьше. Среди них как раз Сергей Буянов. Он занимается всего второй сезон. Но шутливо говорит, что всю жизнь к этому готовился. Наверное, государство нас к этому как-то подвинуло. Почему? Потому что у нас постоянно отключали горяточую воду. Децентрализованное было теплое водоснабжение. Полтора года я ездил каждый день по Щепскую купель. В любую погоду. Ну, в общем-то, морально был готов. Несмотря на купание в холодной воде, Сергей Буянов говорит, что атмосфера в клубе теплая. В клубе закаливания зимнего плавания есть одно из главных правил – не купаться в одиночестве. С единомышленниками и плавать лучше, как в физическом, так и в моральном плане. Со здоровьем тоже есть изменения. Сергей говорит, стало заметно лучше. Как в физическом плане, так и в моральном. Вы знаете, был момент, я когда-то заметил, что я, допустим, хожу по лестнице, ну, аккуратным, медленным шагом. Сейчас я просто бегаю. Однако всех в моржеване Сергей Буянов не призывает. Говорит, дело это индивидуальное. Лучше попробовать и решить самому. Да и сами пловцы тоже люди. В начале и в конце купания у них физические упражнения. Нужно размять шею, плечевой пояс, поясницу, колени. В общем, комплекс, как у пловцов. А после заплыва всем предлагают горячий чай. С открытием сезона таких купаний станет больше. Ближайший уже 24 ноября, в день моржа, на стадионе ЦСКА. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете увидеть на нашем сайте город62.тв, а также в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин